Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения ЛЦП на Ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну а также мы продолжаем наш марафон видеороликов. Как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выкладываю следующий. Так что дерзайте! Ну что ж, друзья, у нас осталась практически финишная прямая. У нас сегодня четвертьфинал Лиги Чемпионов. Снова мы встречаемся в этом сезоне против Реала. В группе мы сыграли с ними и проиграли дома 1-0 из-за автогола ЛВД и на выезде обыгрались еще там тоже 1-0. То есть у нас вот так вот равная прям статистика. Забил тогда, кстати, Габриэль Жезус. Ну вот как-то так. Как мы видим по расписанию еще и с Ростовом сыграем дома и на выезде против Казанского Рубина. Поэтому сегодня мы все силы бросаем именно на четвертьфинал с Реалом. Будем надеяться на то, что победим. Смотрим по готовности. Ух, а тут и замечательно. Это как в прошлый раз буквально. Первая вроде или нет? Я не помню. Ну что-то такое у нас тоже было. И у нас причем все игроки, центральные защитники, вы посмотрите, с ужасной формой. Почему игра мне вот такую хрень дает? Еще и Асимьен с ужасной формой. Ну что за хрень-то действительно? Вы посмотрите на мою скамейку запасных. Ну это бред какой-то. Придется играть вот таким составом полумертвым, полууставшим. У Реала 100% там будет сейчас все получше. Ну посмотрим. Реал-Зенит. Мы играем первый матч на Сантьяго-Барнабео. Поехали. Итак, Сантьяго-Барнабео. Зенит снова приезжает сюда. Он приезжал в рамках шестого тура Лиги Чемпионов. Минимально, кстати, тогда вот обыграл. Благодаря единственному голу Габриэля Жесту, которого сейчас, кстати, в заявке нет. И все-таки мы забиваем на Сантьяго-Барнабео. Вы просто посмотрите на этот раскат. Малком на Холланда аккуратно выдает. И Эрлинг забивает. При том, что Эрлинг пришел к нам зимой. И на групповом этапе он не играл против Мандридского Реала. Так, это его первый матч за Зенит. Вот против Реала. И вот так вот сразу же забил. Замечательно. Ну и шикарный момент. Вы просто посмотрите. Это все, причем еще и началось-то. От центрального защитника нашего, от Комары, у которого ужасная форма. И почему-то он решил именно дальнему вот этому пас отдать. Я отдавал на центрального, который рядом с ним прям был. Но все пошло именно на Златана Ибрагимовича, который только что буквально вышел. Это его первая буквально секунда была на поле. И все. Голевая ничья. Сами себе привезли вот этот гол Златана Ибрагимовича. Ну, главное, что забили. Главное на выезде. Главное, главное, главное. Теперь отыграть на Газпром-арене хотя бы в ничью 0-0. И будет уже все замечательно. Хоун стал игроком матча. Ну что же, у нас сейчас домашняя игра против Ростова. Они идут ниже 10-й строчки. Да, и мы в любом случае будем сейчас играть вторым составом. Дам отдохнуть абсолютно всем тем ребятам. Даже вот Гаю выпускаю второго своего левого защитника. Абсолютно всех сейчас поменяю. Даже с ужасной, у кого там будет вдруг формой. Ну все, выпустил вот так вот. Жезус поиграет пока что в нападение. Я его потом поменяю на Чалова, может быть. И должен, наверное, буду поменять его на Чалова. Чтобы все-таки Жезус был готов к домашней игре против Реала. Зенит-Ростов, поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Ростова. Поехали. И все-таки забиваем снова. Вот уже какой четвертый, третий гол за сезон. А Семьен забивает именно так. С какого-то добивания, с отскока, но у него это получается. Ну, главное, что это работает у нас. И все, финальный сысток. Наконец-то Зенит одерживает победу в российской премьер-лиге. До этого два матча подряд мы играли в ничью против Тульского Арсенала и Краснодара. А вот теперь минимальная все-таки домашняя победа. Ну, 12 ударов, 80 ворум и 1-0 всего лишь. Мы должны были забивать как минимум там 5. Но Семьен стал игроком матча. После 25-го тура мы все так же на первом месте в российской премьер-лиге. И лидируем на 13 очков над московским Спартаком. Что вы чувствуете перед матчем, в котором можете завевать титул? Так, ну, давайте мы скажем, мы победим в следующем матче. Но это, скорее всего, про российскую премьер-лигу и про Рубин как раз. Давайте я сейчас даже посмотрю. Ну, у нас осталось 5 матчей. 15 очков за последние вот эти вот 5 матчей. Итого максимум может получить Спартак 67 очков. Если мы, конечно, все проиграем, то Спартак еще может стать чемпионом, если выиграть все свои 5 матчей. Но это 67 очков. Для них это максимум теперь. Мне надо выиграть только последнюю вот эту вот игру против Рубина. Будет у меня 68 очков. И никто, в принципе, меня уже не догонит. Поэтому как-то вот так. Ну, а у нас сейчас ответная игра в Лиге чемпионов против Мадридского Реала. Играем дома. Ну, здесь у некоторых, конечно, еще и Холланд, конечно. Будет Жезу, значит, с Асимьеном в нападении. Поэтому, ну, вот таким составом мы выходим. Зенит против Реала. Ответная игра в четвертьфинале Лиги чемпионов. Поехали. Итак, Лига чемпионов. Зенит против Мадридского Реала. Газпром-арена. Ответный матч в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч на Сантьяго-Барнабео произошел и закончился со счетом 1-1. Вот, так что гостевой гол. Если что, у Зенита уже есть. Реалу его нужно забить. Поэтому посмотрим, как будет складываться этот матч. И мы забиваем дома. И это Маркиниос. 69-ая минута. 1-0. Ну, теперь Реалу в любом случае нужно было забивать на выезде, чтобы сравниваться с нами по этому показателю. Но вот, может, только ради этого мы и покупали Маркиниса, чтобы он вот этот чемпионский дух второго сезона нам принес. Все-таки он обладатель того сезона Лиги чемпионов за ПСЖ. И вот хорошая связочка. Малком Маркинис, бразильская, сыграла сейчас на этом угловом. И Жезус делает дубль. Снова Жезус забивает в своем уже третьем матче подряд. А, нет, он забивал на Сантьяго Барнабеу. Да. Два сезона подряд, если я не ошибаюсь. Мы же еще и в прошлом сезоне играли против Реала в плей-офф. Вот, ну и снова, кстати, Жезус забил в игре против Реала. Уже не помню, ну какая у него игра была. Четвертая, может, уже. Ну, практически в каждой игре Жезус забивает. Но у нас 2-0. Очень комфортное преимущество. Остается 15 минут. Ловим на контратаках Реала за то, что они пошли все в атаку. Ну, вот как-то так. И все. Финальный сесток. Уверенная домашняя победа благодаря нашим двум бразильцам. Маркинец и Габрилия Жезуса. Мы обыгрываем все-таки Реал. Наконец-то в этом сезоне. Дома. Потому что мы проиграли им в группе 1-0. Благодаря автоголу ЛВЭДе они победили. Но вот мы снова выходим в полуфинал Лиги Чемпионов. Уже, ну какой там, третий год подряд. Во втором сезоне дошли до финала. В прошлом сезоне вылетели в полуфинале. Ну и вот. В этом сезоне мы снова выходим в полуфинал. Я не помню, кстати, как закончится наш первый сезон в Лиге Чемпионов. Монако наконец-то обыграл Баварию все-таки. Вот поэтому этого соперника, слава богу, мы не увидим. И можем вылететь, так сказать, от абсолютно новой для нас команды. Мы не играли ни против Монако, ни против Интера, ни против Тоттенха. Мы хотя вроде против Тоттенха мы играли, если я не ошибаюсь. Ну вот из этих всех команд я бы хотел сыграть именно с Монако в полуфинале. Но именно против Монако мы и будем играть в полуфинале. И вообще замечательно. Поэтому это очередной для нас шанс, тем более еще и в последнем сезоне за карьеру за Зенитом, выйти в финал и выиграть Лигу Чемпионов. Там будет Интер Тоттенхэм. Я, пожалуй, подниму, так сказать, свои архивы. Посмотрю, как закончится для нас первый сезон. Ну а пока что давайте проведем последний матч в сегодняшнем выпуске. Играем против Рубина. На выезде в Казани мы можем стать чемпионами России четвертый год подряд в нашей карьере. Ну и все. Вот таким вот составом мы выходим. Рубин против Зенита. Вы знаете, для нас игра. Поехали. Итак, Рубин принимает Зенит в рамках чемпионата России. Возможно, это будет сейчас чемпионская игра для Зенита. Зениту нужно одержать в любом случае победу над Казанским Рубином. И тогда они станут чемпионами этого сезона и четырехкратными чемпионами подряд. Так, ну и 11-метровый. 67-я минута Макаров. Но развел. Он смотрел влево, похробил вправо. Поэтому вряд ли мы сегодня станем чемпионами. Нам надо забить два мяча за оставшиеся там 22 минуты. Я в любом случае постараюсь, но будет трудно. Мы все-таки еще и на выезде играем. Отлично. Сразу же, сразу же на 71-й минуте. Жезус забил. Сравнял счет. Ну и теперь надо постараться забить еще один, чтобы выходить вперед. И все. Финальный свисток. Но Жезус празднует. А это значит, что мы стали чемпионами. И, скорее всего, даже ничей нам, оказывается, хватило. Может быть, там Спартак проиграл. Кто знает. Ну вот, Жезус, получается, забил, так сказать, золотой гол. Чемпионский. Ну, действительно, все празднули. Значит, мы все-таки смогли стать чемпионами. Да, действительно, четвертый сезон подряд. Зенит обладатель чемпионата. А Россия еще и пикфорд поднимает. Второй наш, так сказать, вратарь. Ну, который вот не отбил сегодня пенальти. Но все-таки вот так вот. Четыре года подряд Зенит становится чемпионом России в нашей карьере. Лучшим стал игроком, естественно, Габриэль Жезус. Забил, так сказать, важный гол. Так, где там Спартак? Спартак, да, он проиграл в ЦСКА. Осталось, получается, четыре матча. За четыре матча 12 очков. И то есть это 65, да. Здесь еще и ЦСКА, то есть все. ЦСКА только может набрать теперь уже 65 очков. Поэтому мы уже точно стали вот чемпионами. Так что вот в столичном дерби, можно так сказать, все и решилось. В дерби вся Руси. Поэтому вот как-то вот так. Так, ну все, видите. Холланд с Жезусом прыгают уже в раздевалке. Но в следующем выпуске будет у нас жаришка. Во-первых, это полуфинал Лиги Чемпионов. Я сейчас посмотрю точно ли в следующем прям. Да. И два московских у нас матча против двух московских команд. Это против Спартака, третья строчка. И против Локомотива. То есть Локомотив для нас вообще такой принципиальный самый соперник. Да и Спартаку мы часто проигрывали в прошлом сезоне. Поэтому будет жаришка. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok